В областном центре состоялся региональный этап национального конкурса «Студент года-2024». Представители островных вузов и техникумов проходили творческие и профессиональные испытания. Среди них выбирали лучших в нескольких номинациях. Подробности далее. Конкурс «Студент года» проводят в России уже четверть века. В этом году его участниками стали более 40 студентов САХГУ и ДВГУПС, а также среднеспециальных учреждений острова. Будущий учитель русского языка и литературы Никита – активный волонтер и выступал в номинации «Доброволец года». Сегодня было испытание и дебаты. А с кем дебатировали? Дебатировался со своей знакомой, которая тоже занимается волонтерской деятельностью. Я отставил позицию «за», она отставила позицию «против», но считаю, что каждый из нас привел достаточно хорошие аргументы. Важной частью этого конкурсного дня стали словесные дуэли. Они развивают мышление, логику, убедительность и коммуникативность, качества, без которых будущим профессионалам не состоятся. Для некоторых студентов дебаты – обыденность. Дискуссионный клуб «Грифон» – это молодежный проект, направленный на развитие критических навыков и ораторского мастерства. Помимо этого, мы – патриотическое объединение, которое занимает развитием патриотизма среди молодежи. Соискатели в других номинациях проходили испытания мастер-классами, импровизациями, показывали самопрезентации. Среди них выбирали творческую личность, спортсмена, профессионала и старосту года. Обязательное требование конкурсанта – успешная учеба. Ведь самое главное, чтобы бороться за звание студентов года, нужно же иметь хорошую успеваемость. Это должны быть оценки 4 и 5, не ниже. Поэтому конкурс на уровне самой образовательной организации, он тоже довольно суровый. Некоторые студенты из опыта пытаются пересдать быстренько свои какие-то экзамены, сессию, закрыть досрочно. Все, чтобы у них была хорошая вот эта зачетная книжка, чтобы отправить нам ее в конкурсную комиссию. Потому что без нее, ну, к сожалению, доказ закрыт. Обладатели Гран-при среди вузов и техникумов, а также победители в номинациях смогут принять участие во всероссийском заочном этапе конкурса «Студент года-2024». Дмитрий Зелинский, Иван Гамзов, Антон Пестов, Солнце ТВ.